Так, ну, все, начинаем. Попробуем сейчас за 5-10 минут эти две функции протестировать, точнее написать на них автоматизированный тест, чтобы уже больше этого не приходилось делать. Вот, ну, в принципе, достаточно просто это делается. Например, вот так. Только теперь по названию это будет по-другому называться. Вот эти две функции, они отвечают за то, чтобы так называемый у меня в базе данных есть список связей, которые, ну, грубо говоря, дырки в базе данных, да, то есть чтобы фрагментации и прочего не было, да, у меня связи, когда мы их создаем, они всегда добавляются в конец. Но если вдруг что-то удалилось из центра, то эта связь не, то есть не заставляет всю базу данных смещать, да, например, там, перестраивать как-то структуру данных, просто вот эта сама связь, освобожденная в центре базы данных, она добавляется в двусвязный список, который идет по всей базе данных от первого элемента. Вот. И приоритетом всегда является выделение связи из этого двусвязного списка. То есть сначала все дырки заполняются, которые были освобождены удалением, а потом в конце баз данных пишем. Вот. Такой простой менеджер памяти, он описан был еще Перниганом и Ричи в своей книжке «Оси». Вот я буквально оттуда этот пример взял, и он оказался настолько простым, настолько удобным, что его до сих пор хватает. И не нужны всякие сборщики мусора, огромное количество алгоритмов. То есть, в принципе, если совсем кратко... Так, это слишком много места занимает. Так. Вот. То, в принципе, вот у нас две функции всего лишь, да. Вот. Выделяем память под связь. Соответственно, либо... Если у нас в списке дырок, да, что-то есть, то выделяем из удаленных связей. Если дырок нет вообще, выделяем в конце. Вот. Ну и, собственно, вот они, эти две функции. В конце, чтобы выделить, тоже все очень просто. Если у нас мы находимся в максимальной позиции, то есть, например, там базе данных было выделено 512 мегабайт сначала, да, и это примерно 4 миллиона связей. Если мы, например, дошли до 4 миллионов связей, то мы пытаемся увеличить файл. Из-за этого он закрывается. Сбрасывается на диск все, что было закешировано. И обратно, то есть, ну, увеличивается его размер. Еще на 512 мегабайт, он опять обратно загружается. Все. После этого просто... Ну, в любом случае, просто увеличиваем количество используемых связей на единичку. Все. И сразу же возвращаем, то есть, это значение. Потому что предыдущее значение количества используемых связей, это и есть новый ID, да, то есть, новый индекс. Вот. Конкретно тестировать нам нужно было сейчас вот эти вот функции, да, то есть, вот это вот я показываю. Вот эту функцию, которая извлекает из вот этого списка дырок связь. И есть обратная этому делу функция, вот здесь, вот эта она. Она добавляет в список неиспользуемых связей. Это происходит вот, ну, грубо говоря, если мы не находимся в конце баз данных. То есть, если удаление связи, да, вот здесь это освобождение, находится в конце. Вот здесь логики немножко больше, я пока не буду объяснять, как долго будет. Вот, короче, нам нужно вот сюда попадать. Можно сразу отлочки поставить вот сюда и вот сюда. Вот, чтобы такое воспроизвести, назовем это вот как. attach or attach to unused, ну, как-то так. То есть, тестируем прикрепление и открепление к списку неиспользуемых связей. Вот, в принципе, вот в простом варианте, когда мы просто выделяем одну связь и ее же освобождаем. Вопросов пока нет, кстати. Сидишь за мыслями? Вопросов пока нет. Вот. Да, я слежу. Attach, что означает, отделять? Ну, да. Открепить, отделить. Вот. Attach, прикрепить, добавить. Ну, это очень много синонимов, на самом деле. Locate, Free, Create, Delete и так далее. Они... Просто чтобы не потеряться в этих функциях, они мне немножко по-разному называются. Вот. Значит, смотри, если мы просто выделяем первую связь и ее же освобождаем, мы все операции выполняем на самом краю базы данных. То есть, в самой последней позиции. Из-за этого вот эти функции attach, detach, они не выполняются никогда. Но, если мы сделаем хитрее, например, создадим, допустим, уже две связи. Там, допустим, один, два. Вот. И как только мы высвободим связь один, вот эту, да, то мы уже попадаем, создаем дырку. Потому что вот эта связь не удалялась. Она должна остаться в той позиции, где она была. А вот эта связь добавляется в список удаленно. Вот. Можно пока, в принципе, даже... Это будет... Сейчас скажу, что... Так. Это мы вот сюда попадем. Вот здесь вот оно прикрепится к списку неиспользованных связей. Так. Ну, в принципе, можно так и назвать. Это пока attach. Сделаем тесты. Отдельно можно делать их. Так, наверное, интереснее будет. Ну, все. Значит, я F6 нажимаю. Все это дело собирается. И можно все отлочек поставить. Сейчас запустим. Вот он говорит, что появился тест, который никогда не выполнялся. И я его запускаю под отладкой. Ну, вот, допустим, две связи выделилось. Теперь заходим во Freelink. Что у нас? Он пока еще стэка не получил. Первый. Вот. Значит, удаляем первое. Так. Получаем саму связь. Там пока не буду объяснять, что происходит. Так. Дальше. Вот. Теперь находим, то есть, ну, определяем последнюю используемую связь. Что? Вот она. Последняя используемая. Ну да. Так как мы сейчас просто выделяли память под связи, да, они все еще просто нулями заполняются, все поля. Вот. То есть, одно дело выделить allocate, да, другое дело создать create. Вот там уже начинается самая интересная магика. Но это позже. Значит, вот он как раз попал вот в эту ситуацию, что надо прикреплять. И, в общем, сейчас будем смотреть, что получится. В... В... Туда мы, наверное, не попадем, потому что этот код макросом создавался. Да. В общем, я... Расчеты все выполнить. Ага. Чего опять-то? Не хватает ему информации для отводки. Сейчас загрузим. Во! Кстати, можно дезассемблированную версию видеть. Так, ну ладно. Вот, допустим, что будет. Ага. То есть, я могу ходить по этой дезассемблированной версии. Так. Теперь вопрос вот в чем. Когда я вот сюда попаду? Не попаду ли? Нет, не попаду. Короче, ошибочка. Так. Значит, что у нас? Десять минут прошло. Вот. Сделать это не получилось. Как ожидалось. Так. Значит, я предлагаю тогда сейчас эти десять минут остановить. Вот. И начать следующую запись, если будем уже разбираться с ошибками. Но большинство было, конечно, конечно же бегло. Так. Так, так, так. Так, так как. Как только грязь, никакого. Так, так как грязнь. Так. Так.